Рыбачили по спортивному. В поселке Маньзе прошли десятые соревнования по подвлёдному лову. Благодаря их работе каждый праздник становится ярким и незабываемым. Багучавские работники культуры отметили профессиональный день. Ежегодный фестиваль «Весёлые картинки» собрал любителей театрального творчества со всего района. В этом году он посвящён Году кино. Здравствуйте! В эфире новости Багучанского телевидения в студии Александр Мажеванов. И теперь обо всём более подробно. Первый прямой эфир в должности главы Багучанского сельсовета состоялся для Александра Элиндеева. Также впервые трансляция прямого эфира прошла в интернете. Вопросов от зрителей было около двух десятков. В основном они касались темы благоустройства. Много вопросов было задано конкретно по ремонту дорог на определённых участках. Также жителей волновала тема переселения из ветхого и аварийного жилья, удаления с улиц перерывших тополей, освещения улиц и других. Видеозапись прямого эфира вы можете посмотреть на сайте нашей телекомпании tv-spector10.ru. На очередном еженедельном совещании главпоселений была заслушана информация об оперативной обстановке в районе за минувшую неделю и ряд актуальных вопросов, в частности об организации многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Подробности у Евгения Шамренко. Ввёл планёрку глава района Александр Бахтин. Вначале информация об оперативной обстановке в районе за минувшую неделю. Порыв трубопровода холодного водоснабжения село Богучана, улица Набережная 5, с 22 часов до 23-25. Посёлок Шиверский, улица Ленина. Порыв трубопровода горячего водоснабжения отключено 98 абонентов с 13 до 14.10. Около десятка различных аварий произошло по линии ЖКХ. Работы аварийным бригадам хватило. А что у нас с горячим водоснабжением, с трубопроводом? Чего не закрываться начали? Всё у нас давление, не даём большого? Наверное, это старые участки. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Произошло два пожара. 24 марта в посёлке Таёжный по улице Лермонтово, 37, квартира 2, 22-45, произошло возгорание крыши двухквартирного дома. Пожар ликвидирован 22-58. В результате пожара повреждена кровля на общей площади 12 квадратных метров. Предварительная причина – поджог неустановленной группы лиц. Один из основных вопросов планёрки – организация деятельности МФЦ – многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по восточной группе районов на территории Богучанского района. В Красноярском крае он был создан в 2010 году в рамках федеральной программы. Перечень услуг огромный. Это начиная от регистрации права, кадастровых паспортов, кадастровых номеров ЕГРП, услуги пенсионного фонда, материнский капитал, получения снилсов, распоряжения краевым материнским капиталом. Это 47 услуг социальной политики. Всё это переходит через МФЦ. Это полностью УФМС. Все и регистрационный учёт, и паспорта граждан России, и иммиграционный учёт. В Богучанском районе МФЦ начнёт работать уже в апреле этого года, пока в тестовом режиме. Также определены посёлки, где будут удалённые рабочие места. Были рассмотрены и другие вопросы, а главы правобережных посёлков Артюгина и Нижний Терянск отчитались о жизнеобеспечении населения, учреждений и организаций в паводковый период. Евгений Шабринко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» Бугучаны. Сборы на капитальный ремонт общедомового имущества легли очередным бременем на плечи жителей всего края. Если простым семьям ещё под силу справиться с оплатой за капремонт, то для малозащищённых категорий населения очередная трата в бюджете может оказаться непосильной. Но законодатели Красноярского края не остались в стороне от этой проблемы и приняли ряд законов о льготах для граждан пожилого возраста. Подробности у наших краевых коллег. Законодательное собрание края приняло долгожданный закон о льготах на капитальный ремонт для пожилых людей. Как многие слышали, теперь искренне полагают, что 70-летние и старше будут платить только половину суммы, 80-летние и старше вообще не будут платить. Однако в действительности не всё так просто, как звучит. Прежде всего, платить будут и те, и другие, все 100% присланной квитанции. А бюджет будет лишь компенсировать эти траты через соцзащиту на банковский счёт или наличными по почте. И вдобавок есть два довольно существенных ограничения. Во-первых, льгота распространяется только на социальную норму жилой площади. Это 33 квадратных метра для одиноко проживающих и по 22 квадрата на человека в составе семьи. То есть, если у 80-летней одинокой бабушки 40 квадратов, то только за 33 ей будет льгота, а за остальные 7 квадратов капремонт оплачивается полностью. Проще всего посчитать так. Тариф капремонта, скажем, для Красноярска, для многоэтажки 6 рублей 90 копеек с метра. Умножаем на 33 социальных квадрата. Это 227 рублей 70 копеек. Это пришлёт бабушке соцзащита. Ну и оставшиеся 7 квадратов по 6,90 – это 48 рублей 30 копеек, которые пойдут из собственного кармана бабушки. Ну, с одинокими бабушками и дедушками, впрочем, проще всего. Сложнее посчитать для семьи. Вот послушайте внимательно условия, какие именно семьи попадают под действие краевого закона. На сессии законодательного собрания был принят закон, который устанавливает меры социальной поддержки на оплату взноса на капитальный ремонт в размере 50% взноса в пределах социальной нормы площади жилья в отношении неработающих собственников старше 70 лет, в возрасте от 70 до 80 лет, проживающих одиноко, либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста. То есть мы отталкиваться будем, естественно, от регистрации. Если в квартире прописаны внуки, дети, не достигшие пенсионного возраста, то, естественно, гражданин утрачивает право, он не может обратиться, даже если он собственник и неработающий пенсионер. То есть льгота полагается не только одиноким, но нужно, чтобы семья состояла исключительно из неработающих пенсионеров. Если прописан хоть один молодой родственник, все, льгота не полагается. На примере пожилые супруги. Дедушке 80 лет, бабушке 70. Оба собственники напополам. Квартира в 60 квадратов, то есть на каждого по 30 метров. Заявиться в соцзащиту могут оба супруга. Но дедушкина соцнорма 22 квадрата пойдет по стопроцентной оплате. Он старше. Ему начислят 151 рубль 80 копеек. Бабушка, которая 70, получит на свою соцнорму 50%. Это 75 рублей 90 копеек. То есть на двоих соцзащита пришлет им 227 рублей 70 копеек. Ну а всю квадратуру сверхнормы, в данном случае это 16 квадратов, они оплатят сами. 110 рублей 40 копеек. Важно, что речь идет о собственниках. Ведь если у тех же пожилых родителей живет, например, дочь, 59 лет, то есть тоже пенсионерка, но вся квартира оформлена на нее, то льготу в этой семье не получит никто. Ни возрастные родители, поскольку они не собственники, ни сама дочь. Она хоть и пенсионер, но закон для 70-80-летних. То есть еще раз, речь про очень пожилых собственников, с которыми не прописаны работающие родственники. Откровенно говоря, люди столь почтенного возраста чаще всего уже получают льготу по капремонту, будучи ветеранами, инвалидами и так далее. То есть уже имея какой-то льготный статус. Этот закон не для них. У них ничего не изменится. И все же есть в нашем крае прослойка жителей, которые не имеют льготного статуса, никогда не получали субсидий, но они уже очень пожилые, и родственники им не помогают. Так вот, закон как раз для них. Наш анализ, он показал, что граждан, у которых впервые будет получено такое право обратиться, их не очень много, их порядка 10 тысяч по краю. Из них 7,5 – это 70-летние одинокие граждане, и 2,5 тысячи – это 80-летние одинокие граждане. Получается, они являются неработающими пенсионерами, они проживают в частном жилищном фонде, это квартиры, принадлежащие в собственности, находящиеся в собственности. И получается, что они не имеют никакого льготного статуса, и вот у них появится впервые это право. Поскольку эти люди еще не были, так сказать, клиентами соцзащиты, им придется заявить о себе, то есть обратиться в органы соцзащиты за этой льготой по капремонтам. Специалисты, впрочем, понимая, что для многих бабушек и дедушек это непросто, обещают со своей стороны максимально упростить процесс заявки. Сами дособерут кое-какие справки, отправят в соцработника на дом, если потребуется, ну и так далее. Причем спешка вовсе не обязательна. Закон принят сейчас, в марте, но имеет обратную силу до января. То есть льготы людям полагаются уже с первого месяца этого года. Если выплаты начнут вам с марта, то в первый раз начислят льготу за январь, февраль и март сразу. Если же ваша заявка и сбор документов растянутся до апреля, ну или даже хоть до мая, ничего страшного. Первые выплаты вам пришлют сумму за все пропущенные с января месяцы. На все эти цели в бюджете выделяют 44 миллиона рублей. Но сумма очень ориентировочная, поскольку неизвестны все детали каждой конкретной семьи. У кого какие доли в квартире, кто прописан, кто работает на пенсии, ну и так далее. Так что первые оценки можно будет делать, наверное, в мае, когда заявится основная масса граждан. Пешеходы на дороге – самые уязвимые участники дорожного движения, особенно в темное время суток. Но, в принципе, проблему малозаметности можно решить, если использовать специальные светоотражающие устройства. Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения проводят акцию «За свети». Акция рассчитана на то, чтобы пешеходы задумались о своей безопасности, а также безопасности своих детей, и стали использовать так называемые фликеры. По сути, фликер – это наклейка на одежду, которая хорошо отражает цвет фар в темное время суток. Некоторые производители одежды уже встраивают светоотражающие элементы, но пока это еще редкость, поэтому проще воспользоваться наклейками. Сейчас настало время рекламы, она будет короткой, не переключайтесь. Велик-седан Долги по кредитам стали обузой, допустили просрочки. Вам бесконечно звонят службы взыскания? Выход есть. Законное решение кредитных проблем. Реальная юридическая помощь. Звоните. Вертикальный турбосолярий с зеркальным полом. Загар гарантирован. Магазин «Центр». Октябрьская, 77, дробь 3. Внимание, внимание! В «Цифромире» весеннее падение цен. Микроволновые печи, холодильники, водонагреватели, телевизоры – это и многое другое по самым низким ценам в «Богучанах». Например, игровой ноутбук Lenovo с четырехъядерным процессором со скидкой 5000 рублей. «Цифромир» Октябрьская, 94, телефон 28492. Накануне в нашей стране отмечался День работника культуры. Для «Богучанской культуры» это праздник вдвойне, так как управление существует в районе вот уже 70 лет. В районном Доме культуры прошло торжественное собрание, посвященное этому празднику. Съемочная группа была на месте событий. Самая прочная конструкция имеет три точки опоры. Три точки опоры в культуре – память, книги, творчество. Большая праздничная программа по случаю семи и десятилетия управления культуры «Богучанского района» началась с того, без чего сама культура не могла бы существовать. С воспоминаниях о людях, стоявших у истоков ее формирования, внесших большой вклад в развитие ее и сохранение. Их много, но самые яркие для района личности – Виктор Данилович Анден, Густав Дмитриевич Шилько, Юрий Иосифович Сорокин. В этот день особые слова звучали о ветеранах сферы культуры. В разные периоды управления культуры возглавляли Валентина Бардакова, Мария Карнаухова. Мы были приглашены Яковлевна Сергеевна и Ульяна Григорьевна из Космаярска. И собрались мы все вчера на троемном вокзале. И такое, знаете, ощущение, как ветераны Великой Отечественной войны собираются поехать по местам Большой Славы. Вот такое путь. Мария Карнаухова рассказала много интересного о том, как работали раньше, как в культуру пришел технический прогресс и как запускали первый фейерверк. Порадовалась за тех, кто служит сегодня, имея массу в сравнении с прошлым возможностей. Еще один почетный гость – Екатерина Брюханова. Она долгое время была заместителем главы района по социальным вопросам. В районе ее также хорошо помнят и любят. Мы сейчас уже три подруги, Ульяна Григорьевна, принадлежим к тому поколению, о котором в немецком языке есть такое выражение «плюс к вам перфект». И переводится оно на русский язык давно прошедшее время. Поэтому мы, конечно, уже пять лет, вот, например, я не работаю больше десяти. Мария Григорьевна уже как уехали, как одно мгновение пролетело. Нам всегда радостно, когда вы про нас не забываете. И мы счастливы, что мы здесь оказались, для того, чтобы вспомнить, как мы работали вместе с вами. На сцену на почетные места были приглашены те, чьи имена в культуре имеют большую значимость, а сами они – гордость района. С верным другом, пояном объекту, весь район, оказывая методическую и практическую помощь культуре, творческий, трудолюбивый, незаменимый концертмейстер и аренджировщик ансамбля «Русская песня», награжден нагрудным знаком за достижение культуры. Именно благодаря им и всем труженикам культуры у нас появляются все новые звездочки и звезды, которые прославляют Богучанский район далеко за пределами нашей территории. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для работников культуры в этот день звучало много поздравлений и пожеланий. О том, что достижениями в сфере культуры гордится весь район, говорил и Владимир Корнаухов, заместитель главы района. Я хотел бы вас всех поблагодарить за вашу работу, пожелать вам оптимизма, энергии, чтобы вы как магниты притягивали к себе талантливых земляков. Огромное количество грамот и благодарственных писем вручили работникам культуры за вклад в развитие сферы культуры от губернатора, от главы района, от председателя райсовета депутатов Богучанского района, от партии «Единая Россия». От Краевого центра народного творчества приехала директор Анжелика Власова. По поручению Министерства культуры Красноярского края от себя лично, от Государственного центра народного творчества Красноярского края поздравить вас с Днем работника культуры, поздравить Управление культуры Богучанского района с юбилеем. Нам с вами досталось развивать, приумножать, сохранять наше достояние, нашу культуру. Она была, есть и будет. Благодаря вам, благодаря нам. Поэтому здоровья, счастья и новых побед в творчестве с праздником. Вновь и вновь на сцену поднимались те, кто отличился в работе и заслужил признание коллег и руководства. Без них и их деятельности невозможно представить нашу жизнь. Хочу начать с того, что взаимодействие образования и культура, наверное, предопределено самим смыслом человеческой жизни. Потому что мы с вами понимаем, что человек не может считаться образованным, если он не обладает определенным достаточным уровнем культуры. И с точностью можно сказать наоборот. Работники культуры делают нашу жизнь яркой, красочной. И в печали, и в радости они наполняют наши сердца жизненной силой. Это самая созидательная профессия. Сеть разумная, добрая, вечная. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Телекомпания «Спектр Бугучаны» присоединяется к поздравлениям. С праздником! Работники культуры. Евгения Шамлинка, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Бугучаны». Вот уже 10 лет в поселке Манзе проходят соревнования по подлёдному лову. За эти 10 лет соревнования превратились в настоящий фестиваль, где рыбаки могут не только проверить свои навыки, но также стать зрителями на праздничном концерте. Подробности в сюжете. Уже с самого утра рыбаки всего района, как профессионалы своего дела, так и любители, начали собираться на соревнования. Жеребьёвка прошла, рыбаки разделились на команды. Пришло время открывать праздник. На дворе стоит суббота, червячок идёт ко дну. Червячок не пустячок, он востёр на язычок. Всех рыбаков и гостей праздника поприветствовал заместитель главы района Андрей Машинистов. От имени главы Богучанского района Александра Вадимовича Бахтина всех участников поздравляю с замечательным событием. Здорово, что на самом деле в посёлке Манди существует такая добрая традиция, где любители со всего Красноярского края приезжают к нам не только продемонстрировать своё рыбацкое искусство, но и, конечно же, прежде всего, пообщаться, поделиться опытом. С пожеланиями хорошего клёва рыбаки выходят на лёд. Первый конкурс по традиции – скоростное бурение лунки. И уже этот конкурс заставляет рыбаков попотеть. Победитель справился с заданием за 20 с небольшим секунд, чем уже себе гарантировал призовое место в финале соревнований. И уже после этого конкурса рыбаки приступили к самой ответственной части соревнований – ловле рыбы. Всем рыбакам даётся полтора часа на ловлю. И за это время участники должны показать весь свой талант в таком ремесле. Рыба любит глубину, выбираю слабину. На дворе стоит суббота, червячок идёт ко дну. Червячок не пустячок, он востёр на язычок. Отчего же, отчего же не едет рыба на крючок? Пока рыбаки бурили лунки, пробовали различные снасти, чтобы поймать больше рыбы, для простых гостей праздника на импровизированной сцене шёл концерт и разыгрывались конкурсы. И, конечно, всё это было посвящено рыбной тематике. Некоторые посёлки не только представили свои команды рыбаков, но и также организовали подворье для тех, кто хотел познакомиться с ангарскими блюдами. Что мы привезли? Бутербродики, свои огурцы, салатики, помидорчики, яички свои, святую водичку, горячий чай, сладенькие пироги, пироги с рыбой. Из чего уха? Пока не скажем секрет, попробуют, не поймут, потом не скажем. Наварится-то вкусная будет? Должна. Из трёх рыб, название три рыбы. На будущем вообще думаю, что к нам, мы уже районный фестиваль, но к нам приезжают уже каннские рыбаки, апонские рыбаки, и хотим разговаривать, чтобы уже у нас участвовали Каннск, Япон. Поэтому на краевой уровень. Полтора часа пролетели незаметно, и настало время взвесить улов. В зачёт шли. Самая большая и самая маленькая рыбка, а также самый большой улов. Надеюсь. Большую рыбку сейчас. Не шевелимся. 2, 412. Тишин Александр, пасёнок Манзио. В итоге самым удачливым рыбаком, самым большим уловом стал Тишин Александр из Манди. А самую большую рыбку поймал Пинков Сергей из Багучан. Как говорят сами рыбаки, секретов особых у них не было. Самое первое, что способствует большому улову на рыбалке, это удача. Секретных снастей нет. У меня готовы уже несколько удочек с разными мормышками. Пользовался червём, пользовался мотылём, но по всей видимости победил красный опарыш. Ну как говорят в зимней рыбалке, рыбаку поможет бур больше лунок брить. Искать, где рыба, там и повезёт. Праздник закончился, но не закончился азарт. И теперь все рыбаки будут с нетерпением ждать следующих соревнований и, конечно, искать новые снасти и приманки, которые помогут им в следующем году. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», Багучаны. В районном Доме культуры Интай состоялся традиционный ежегодный фестиваль любительских театральных коллективов «Весёлые картинки». В этом году он был посвящён Году кино, поэтому назывался «Весёлые кинокартинки». Участники приехали на фестиваль с разных посёлков района и представили театральные постановки сразу в нескольких номинациях. Их всего было три. Монолог, театральный дуэт, актёрский ансамбль. В числе зрителей на фестивале побывала наш корреспондент Евгения Шамренко. Знаешь, если хочешь что-то поменять, поглянись во мне. Возможно, тебе уже и менять нечего. Возможно, у тебя уже ничего и нет. Ежегодно на фестивале «Весёлые картинки» собираются поклонники, ценители театрального искусства. В очередной раз зрители, которые нашли в этот день время и желание прийти в районный дом культуры, убедились в том, что любителей театра у нас немало. «Я попробовал. Вкус. Спис-фиски. Спис-фиски. Слушай, я тебя уважаю. Я тебя уважаю». Фестиваль посвящён году российского кино, поэтому участники подготовили постановки, соответствующие этой теме. «Надь, поглянь, что делается!» «Ой, что делается!» «Это ведь она!» «Ах ты, сучка ты, крашена!» Всем хорошо известны все сцены любимого повсеместно фильма «Любовь и голуби». Большинство фраз из него разошлись на цитаты. Служебный роман и другие фильмы вспомнили участники фестиваля. А вот на фильм «Ирония судьбы» или «С лёгким паром» взглянули по-своему. «Я же про вас всё знаю. Раздевайтесь, раздевайтесь. Я же про вас всё знаю. Ваш адрес – третья улица строителей, дом 5». «Да, это действительно мой адрес. Ну вот». «Но живу-то я на два этажа выше». Глядя на происходящие на сцене страсти, невозможно удержаться от смеха. Над сборами семейной пары на пикник. «Сердце, печень, рёбра, мозги есть?» «Тебе хотя бы сильные лет». Юмористические и поучительные истории журнала «Яролаш» показали юные артисты театрального коллектива «Кораблик» из посёлка Новохайский. «Весёлая история журнала «Яролаш»!» «Наш коллектив наш как?» «Кораблик». «Кораблик». Мы надеемся, что когда-нибудь мы с ребятами вырастим до размеров «Титаника» – большого-большого корабля. Правда, не утонем, правда же, ребята? «Да». «Работаем мы давно. Эти ребятки у меня пришли с первого класса. Закончили детский сад и сразу они поступили ко мне в наш Дом культуры. Работаем. Мы уже заняли первое место. 58-я параллель была в Чунояре. Районный конкурс. Тоже у нас хорошие регалии. Надеемся всё-таки на Красноярск выйти. Работаем вот пять лет. Наша группа работает. Детки все замечательные. Возраст у нас пятый, шестой, четвёртый класс. Какие постановки уже самые любимые? По постановке мы вот ставим вредные советы. Ставили Григория Остера. В основном мы работаем над миниатюрами. У нас маленькие миниатюрки. Пока большие спектакли мы ещё не пробовали. Девчонки и мальчишки с удовольствием не только смотрят, но и сами показывают яралаш. Меня зовут Маташова Анна. Мне нравится ходить на театральный. Там смешно, весело. Постоянно ездим куда-нибудь. Делаем миниатюр. Самый любимый миниатюр? Яралаш. Меня зовут Елизавета Гурьева. Я записалась, потому что мне по душе быть театралом. Я сначала записалась на много кружков и выбрала один как важный. Тут такая добрая атмосфера. Все всегда друг друга поддерживают. Все тут друзья. И просто по душе не театральный, как в будущем. Возраст участников фестиваля самый разный. Объединяет одно – любовь к театральному творчеству. Основная работа Максима Косова из Манзи никак не связана с творчеством. Он работает слесарем на Юропче на Тахомском месторождении вахты. Однако, признаётся Максим, театральная сцена – это его духовная потребность. Мы приехали из посёлка Мэнзи. Театральная студия «Маска» называемся. Приехали в составе пяти человек. С нами приехал наш художественный руководитель Мутовина Наталья Петровна. Ставили постановку. Сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Типа, что бояра не увидел. И я читал монолог из фильма «Люди и манекены» Аркадия Райкина. Монолог называется «Дефицит». Для меня достаточно непривычно в жанре монолога выступать, тем более в монологе юмористического. Но, тем не менее, мне кажется, я справился вполне. Театральное творчество не является массовым. Но зато, кто уж увлёкся им, ни на что не променяет. Театр. Его нужно любить, нужно понимать. И к нему нужно стремиться. Думаю, что в каждом из нас растёт артист. Потому что мы все работаем. Работа – это тоже творчество. За происходящим на сцене пристально следило жюри, оценивая театральное мастерство участников. В результате были названы те, кто стал на этом фестивале лучшими. В номинации «Монолог» диплом первой степени у Людмилы Соколовой из посёлка Новохайский. В номинации «Театральный дуэт» диплом первой степени у театра «Миниатюр Оливье» в дом культуры посёлка Невонка. И в номинации «Актерский ансамбль» лучшая стала театральная студия «Кораблик» посёлок Новохайский. Диплом за лучшую мужскую роль получил Николай Пеньков, за женскую Оксана Бутакова, за лучшую режиссуру Татьяна Шмидт. И специальный приз от жюри – кукольному театру «Золотой ключей» Чуноярского СДК. Евгения Шамренко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», Богучана. И это были все новости на сегодня. Далее вас ждёт прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. За совершение особо тяжкого преступления в отношении малолетних разыскивается преступник, фоторобот которого вы сейчас видите на экране. При имеющейся информации просьба сообщить по телефону 8 391 237 76 52 или по телефону 02. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok